Глава государства в своем послании поручила разработать долгосрочную концепцию культурной политики, предусматривающую развитие современных культурных кластеров. Считаю, что таким своеобразным кластером в Кустанайской области можно считать театральное искусство. Сегодня в регионе успешно функционируют четыре областных театра. Казахский театр имени Ильяса Умарова, Русский драматический театр, Кукольный театр, Аркалыкский казахский театр юного зрителя. Их совокупный бюджет в 2014 году в сравнении с 2013 возрос на 18,8 миллиона тенге и составил 326,1 миллиона тенге. Политика президента, направленная на межнациональное и межконфессиональное согласие, позволила процветать культурам народа Казахстана и яркое тому доказательство областной русский драматический театр. Созданный в далеком 1922 году наш бюджет в 2014 составил 99,3 миллиона тенге. В 2010 году была проведена реконструкция здания театра на сумму 815,1 миллиона тенге. И сегодня этот храм искусства соответствует всем современным требованиям. В 2013 году в театре состоялось 10 премьер, а всего было показано 425 спектаклей, на которых присутствовало свыше 55 тысяч зрителей. В театре работают 27 артистов драматической труппы, в том числе один народный, один заслуженный артист Республики Казахстан, один заслуженный деятель Республики Казахстан. Вместе с тем я хотел бы остановиться на проблемах, которые сдерживают развитие театрального искусства. Во-первых, это вопрос штатов. Огромное спасибо вам, Сергей Кмагметович, за то, что они были утверждены, постановление правительства Республики Казахстан, от 17 июня 2013 года за номер 597. Мы знаем, каких усилий стоило нашему профильному министерству согласовать этот документ со всеми. Поэтому документ компромиссный, а типовые штаты носят рекомендательный характер. Это значительно снижает потенциальные возможности субвенционных регионов в укомплектовании государственных организаций культуры квалифицированными специалистами. В этой связи нельзя ли рассмотреть возможность, чтобы типовые штаты были обязательны к исполнению? Во-вторых, очень остро стоит вопрос нехватки узкопрофильных специалистов, гримеров-постежеров, бутафоров, художников-постановщиков, художников по свету, звукооператоров. Наш театр, как и большинство театров Республики на сегодняшний день, оснащены качественным и дорогостоящим свето- и звукотехническим оборудованием, и квалифицированные специалисты смогли бы нам помочь создать еще более качественный продукт. Подготовка указанных специалистов должна осуществляться в казахстанских вузах культуры в рамках государственного образовательного заказа. В-третьих, необходимо на государственном уровне весомо стимулировать развитие современной казахстанской драматургии. К сожалению, в настоящее время мы ощущаем голод на новые пьесы современных казахстанских авторов. Написание одной хорошей пьесы требует немало времени, погружения в материал, поэтому государству могло бы ежегодно размещать целевые тематические госзаказы с выплатой достойных гонораров авторам. Конечно, у нас есть конкурс Министерства на лучшее драматическое произведение, но в масштабах страны, как показывает этот опыт, этого явно недостаточно. И если бы решить этот вопрос, от этого выиграли бы все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.